сегодня у меня день начался именно с крестуры сегодня хочу попробовать именно забрать мой документ потому что и смс ко мне еще не пришла но в онлайн написано что документ готов представляете сколько я жду его сейчас я вам покажу очередь я стою вот здесь смотрите я можно сказать самое последнее и посмотрите какая очередь это потому что я пришла в 9 часов утра все конечно здесь с пяти часов утра стоят люди и занимают очередь чтобы взять номерок этот номерок вы берете и потом там написано например вы там 5 или 110 или 250 то есть вы можете попасть сюда только в 6 часов вечера по номеру но сначала нужно взять номерок обычно я прихожу в пять часов утра чтобы быть но где-то 5 или 6 они 150 и как вы понимаете сейчас я наверное такая по по счету а может быть даже и больше но у нас же режим с 10 вечера до 7 утра нельзя выходить на улицу и поэтому я проспала немного потому что я вчера редактировала видеоролик допоздна и легла поздно где-то в 2 часа ночи и проснулась поздновато пока позавтракала выпила кофе и собралась вот так вот вот мы уже пришли мы пришли уже и я хочу показать вам немножко эту местность и расскажу немножко о себе о том что сколько я уже жду эти мои документы дело в том что у меня они скадута скадута это когда уже срок прошел упал до моих документов в 2019 году в декабре то есть они у меня уже упали и я сдала их то есть они сдаются за два месяца вперед я их сдала и потом в марте мне дали аппунтаменты да я пришла на прием ну нет извините мне дали аппунтаменты на май то есть я в декабре сдала а в мае мне дали только аппунтаменты посчитайте декабре 2019 значит я сдала это январь февраль март апрель май через пять месяцев не дали только аппунтаменты на импронты импронты это где сдается отпечатки вот и потом уже после того как вы сдадите отпечатки идет счет где-то 3-4 месяца и документы готовы то есть у меня дали на май я дождалась апреля и в апреле мне идет оповещение значит эсэмэской что связи с то что произошло вот в мире все процессы продлеваются и мне отсрочили на июль и где-то в июле они меня опять просрочили на август удлинили то есть я никак отпечатки не могла сдать не в мае не в июле вот в августе 28 числа я пришла сюда сдала отпечатки вот и мне сказали в течение 3-4 месяцев как всегда придет мне эсэмэс к уведомление о том что документ готов и можете прийти получить но уже смотрите августа сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2020 прошел январь 2021 5 месяцев после отпечатков проходит значит я прихожу сюда вот недавно я вам я по-моему уже сделала видеоролик не помню выставила вам или нет я сюда приходила чтобы ну понять вообще когда они открыты когда они закрыты потому что здесь беспредел сейчас как вы видите сейчас вот что происходит да поэтому я чтоб уточнить и они мне сказали посмотреть онлайн и я посмотрела у меня готов документ но эсэмэс к еще не пришла я пришла сегодня без эсэмэски дай бог чтобы мне дали зайти потому что они могут мне меня не пустить вот сказать что только у кого эсэмэс к пришла вот может быть и такое что я просто так простояла здесь в принципе вот и но я на вот вот я просто пришла потому что я уж цепить не могу я хочу получить мои документы которые я давно жду вот и от них большое значение имеет сейчас данный момент для меня вот сейчас я нахожусь на виале филиппо стротти это именно вот рядом с кристурой кристуры дифференция в флоренции вот такие дела ну конечно если вам интересно я могу рассказать почему прожив здесь одиннадцать практически лет я меняю документы я вам расскажу я приехала сюда по воссоединению семью со своим супругом то есть у моего супруга сестра гражданка италии уже на тот момент была мать она может взять гражданство но она не берет потому что у нее постоянно вид на жительство то есть карта и ей удобно так и она говорит мне какая разница вот я могу и в ташкент летать и сюда и в общем она гражданство не берет по своим причинам а так в принципе она здесь живет и очень редко в пакистан ездит вот очень редко там один раз в пять лет это там по нуждам там да там по нуждам а так вообще не хочет туда ехать ну там мне никого нет у нее здесь все дети и и и и внучка здесь а зачем ей туда вот и значит я остановилась на том что виталий это мой супруг он по соединению семьи со своей сестрой прибыл сюда в италию на лет этаке 15 назад то есть когда мы уже поженились он уже здесь был и не раз и имел документы вид на жительство каждые два года он менял так как по воссоединение семьи меняется на каждые два года каждые два года потом ему значит надоело это и он сделал нет 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 он так и по воссоединение семьи делал до конца и ему дали потом на пять лет и потом дали ему карту почему так а я у меня почему такая история расскажу вам я первые наверное три-четыре раза дело по воссоединение семьи с мужем мне давали каждый каждые два года я меняла пермесу десудерна каждые два года это очень неудобно зависеть от сестры то есть мы должны были обязательно быть прописаны там у сестры то есть она проживает в районе пизы город пиза да а мы во флоренции то есть семейный врач только там туда надо ехать или там например ну неудобно в любом случае и потом лишний раз у нее профит расспрашивать эту прописку это я вам рассказываю про то время когда я только приехала в италию и я делала по воссоединению сми потом не все это надоело я решила делать по работе потому что если бы я так не сделала то так и надо было мне всегда по вы соединению семьи по воссоединении семьи то есть я бы от кого-то всегда зависела а это не в моих критери и их зависеть от кого-то не люблю я ни Не люблю ни у кого просить что-то и тоже утруждать кого-то. И я нашла, я и работала уже в то время, но просто здесь такие работодатели не очень добросовестные, не все делают контракты, и поэтому тяжело именно с контрактами. Если вы нашли работу именно с контрактом, именно восьмичасовую, то это вообще прям супер. А то же они делают и на 2 часа, и на 4 часа вам контракт, а сами вы по полной пахаете, поэтому пашите. И поэтому мне не везло, я именно работу находила по-черному. Вот вроде бы работа, как работы, платят, но вот по-черному. И поэтому все никак-никак, но в итоге я как-то договорилась с контрактом, и уже начала делать по работе. Мне дали, значит, если у вас рабочий контракт детерминату, то есть детерминату это означает, сейчас как вам правильно сказать, что контракт не на постоянный, скажем так. Он может вас в любой момент уволить, и детерминату тоже может сюда уволить, но им проще делать детерминату. Но это проблематично для permesso di soggiorno, именно для документов. Я его просила, чтобы он мне сделал детерминату, но он мне не сделал. И поэтому мне с таким контрактом рабочим дали permesso di soggiorno на год. И что ж, через год я должна была опять искать работу, чтобы иметь реддиты и куды и все такое прочее. Все документы, да? То есть у меня еще как на зло так получилось, что я ушла, поругалась со своим работодателем, и пришлось мне искать другую работу. Срочно причем с контрактом. Потому что если я на тот момент не нашла бы контракт, мне нужно было бы покинуть эту страну. Или опять-таки же делать по воссоединению семьи. То есть это все как бульон из-под яиц, если бы я так начала, да, по воссоединению семьи. Так как я уже начала по работе делать. Вот. Ну ладно, я нашла опять работу с контрактом. И опять детерминаты. И мне сделали с таким контрактом рабочим опять permesso di soggiorno на год. То есть это было вот как вот одно и то же, одно и то же. Вот потому что это и зависит от рабочего контракта, да, какой вам сделали. Вот так. Индетерминату, это на постоянный, да, контракт рабочий, очень редко найти. Это вообще, ну, реально, конечно, но это нужно сначала поработать, хорошо поработать там, внедриться в этот коллектив, и только потом могут они сделать индетерминату. Вот так. А сразу никто не делает индетерминату. Поэтому вот такая ситуация. А сейчас я меняю документы по своей активите, по своему делу, так как я открыла магазин. И если ты предприниматель, ты меняешь документы и именно запрашиваешь на карту permesso di soggiorno, именно карту, вид на жительство, на постоянный вид на жительство. То есть я в надежде, что мне дадут именно этот документ, да, и я уже больше сюда, в эту квестуру не приду, так как я уже устала сюда ходить и менять это всё. Вот так. Поэтому некоторые могут мне задавать вопросы, как же так, ты 11 лет, и, ну, там, не сделала карту, да. Ну, вот у меня вот такая ситуация была. Я сначала была по воссоединению семьи, делала документы, потом, значит, по работе, вот у меня такие вот контракты рабочие были, да. А вот сейчас вот я уже по своему делу делаю. Так что как-то так. Я надеюсь, что мне дадут карту. Я прям все документы собрала, всё, что нужно, всё. Я вот надеюсь, потому что мой супруг тоже уже в том году получил карту, слава богу, и я надеюсь тоже. И тогда будет без проблем уехать в любую страну и приехать тогда, когда ты хочешь. Вот так. Ну, как-то так. Ну, пошла я, значит, в свою очередь, хотя там ещё она большая, огромная. Ещё часа три точно я буду стоять на холоде здесь. Вот. И ещё неизвестно, пропустят меня или нет. Ну, в надежде. В надежде. Ладненько, мои дорогие. Это вот такой вот видеоролик. Может быть, для кого-то познавательный. А вообще про меня. Всё, что в моей жизни происходит, то и показываю. Ну, ладно, берегите себя. А я пошла, встану в очередь. Пока-пока. Посмотрите, какое небо. Как тучи плывут быстро. Там наверху ветер сильный. Внизу нет, ветра нет совершенно. Погода где-то 12 градусов тепла. Сегодня обещает после обеда дождь. Ну, а пока вот такие вот облака. И вот такое вот небо. В каких-то местах, видите, серое. А здесь надо мной голубое. И вот такие белые облака. Прям быстро-быстро прям плывут. Не знаю, видно ли вам или нет. Ещё стою в очереди. Чуть-чуть потихоньку продвигается. Посмотрите. Вот то же самое здание. Это Квистура. Именно Флоренция. Квистура во Флоренции. И посмотрите, я вот стою здесь. Кое-какие люди ушли выпить кофе. Потому что кто-то с детьми, кто-то пожилой. Кто-то просто пошёл там, ну не знаю, прогуляться. Потому что стоять нереально. Смотрите. Вот все, кто хочет пришивать в Италии на законных основаниях, будут стоять вот такие в очередях. И не раз. Приготовьтесь. Это все иностранцы. Как я заметила, в основном, вот уже я второй раз делаю эту съёмку здесь, китайцев очень много. Очень много. Вот так. Вот там дверь. И потихоньку очередь, в принципе, идёт. Дорогие мои, я уже подрядно устала. Сейчас время где-то 3 часа дня, и я до сих пор стою в очереди. Мы здесь в масках, потому что очереди очень много за мной стоит. И карабинеры постоянно выходят и контролируют, как мы стоим. Вот так вот. Невозможно уйти. Если раньше, например, когда ты брал номерок, при получении документов ты берёшь сначала номерок, и ты можешь пойти кофе попить или там домой съездить. То есть ты видишь на табло, что там у тебя номер там 120, например, и ты можешь прийти попозже. А сейчас это невозможно, потому что здесь всё поменялось. И если ты уйдёшь, возможно, что пройдёт твоя очередь, и ты прилетишь. А ты же потерял столько времени. Вот, честно, слово, это я так за все эти годы устала вот именно с документами. Это просто передать не могу, как я устала от этого. Я очень жалею, что я когда-то не сделала документы по работе. Тогда бы сейчас, я бы уже давно имела бы карту. А я делала повоссоединение семьи с мужем, а он с сестрой. И поэтому как-то так вот. Да. Это моя большая ошибка. В повоссоединении семьи это такая вещь. Ты постоянно будешь зависеть от этого человека, от кого ты. По повоссоединению там сестры или брата или матери. Нужно обязательно делать по работе. Это моё мнение. Надеюсь, что мне дадут карту. И закончатся мои мучения. Именно мучения. Потому что для меня это вот стрессовый день. Он потерян вообще. И не дома ничего не сделаешь. И на работу не пойдёшь. Как бы весь день здесь. И таких, как я, здесь просто куча. И ещё я хочу сказать, что, например, в Пизе, да, когда я была прописана в Пизе, там проходило это намного быстрее. И намного быстрее. То есть и импронты, когда отпечатки сдаёшь, тоже делают аппунтаменты быстрее и быстрее получаешь документы. Здесь во Флоренции очень много иностранцев. Очень много. И поэтому я здесь уже меняю третий раз документы именно во Флоренции. И хочу сказать, что здесь просто вот беспредел. Беспредел. Здесь даже карабиньеры совсем другие. Они здесь все более дерзкие. Не такие вежливые, как в Пизе. Вот. И поэтому хочется быстрее это закончить, чтобы сюда уже не возвращаться. Вот так вот. Попозже я вам расскажу, получила ли я документы или нет. Мои дорогие, пришлось сделать вот такой вот видеоролик в конце, чтобы вам сказать, что я получила документы всё же в тот день. Но там два видео я совместила. То, что я стояла один раз, очередь один день. Мне не дали, меня даже не впустили. И уже второй раз, когда мой супруг сделал аппунтаменты, я пошла, отстояла тоже так же с утра практически до обеда. И я получила документы. И получила я карту. То есть, лунго периода. Это индетермината карта. Именно вид на жительство. На постоянный вид на жительство. То есть, я получила документы. Вообще-то, это видео я сняла на улице, но почему-то оно куда-то пропало. Пришлось мне во время редактирования видео вам заснять вот этот вот кусочек и сказать, что я получила все же документы. Я безумно счастлива, потому что благодаря этому уже на данный момент, вот сейчас, пройдя уже неделю, так как я это снимала неделю назад и документы я получила неделю назад, я благодаря этому получила уже работу. Поэтому я безумно счастлива. С вами была Регина из Италии, из города Флоренция. И до скорой встречи. Пока-пока.